Всем привет! Меня зовут Александр Скипин. Я шеф-повар из данного комплекса «Зима». Нам хочется разнообразить наше настроение, поднять тонус, иммунитет и придать нотку приятных ощущений. Для этого мы просто приготовим глинтвейн. Глинтвейн по моему рецепту. Для этого нам понадобится обычная кастрюля, либо сотейник, либо что у вас есть в доме, то используйте. Соответственно, нужно понимать, будете выпить в одиночку в компании своей прекрасной девушки или у вас будет целая компания друзей. Это все зависит от количества вина, которое мы будем брать. Мы, я думаю, возьмем бутылочку очень вкусного красного сухого вина и будем ее использовать в нашем напитке. Но перед этим мы возьмем и расскажем вам о ингредиентах, которые будут входить в наш глинтвейн. Для приготовления глинтвейна сегодня нам понадобится использовать гвоздику. Гвоздика очень ароматная, с ярко выраженным вкусом, поэтому я рекомендую на литр использовать максимум 5-7 соцветия. Этого будет достаточно. Вторым ингредиентом у нас будет анис, он же бадьян. Это те самые звездочки, которые мы тоже будем не проваривать, не кипятить, а именно настаивать на нашем вине. Глинтвейн ни один не обходится без корицы. И здесь тоже может быть две вариации. Либо же мы будем использовать, как в нашем случае, именно палочки корицы. Если у вас палочек нет, вы можете использовать обычную молотую корицу. Она тоже подойдет. Следующим ингредиентом согревающего напитка у нас будет немолотый перец горошек. Горошек, черный горошек. Он придаст аромат, определенную остринку и такой согревающий эффект добавит в наш напиток. А еще одним немаловажным ингредиентом будет имбирь. Я очень люблю имбирь. Он имеет очень такие противобактериальные свойства. Это очень актуально в наше время, поэтому имбирь, он очень полезен и сегодня тоже с нами. Обязательными ингредиентами сегодня у нас будут грейпфрут и апельсин. Основа нашего глинтвенина. Они добавят ярко выраженный вкус цитрусов и добавят определенные вкусовые и ароматические свойства. Конечно же яблоко. Я рекомендую использовать зеленое яблоко границмит. Далее мы будем использовать мед. Мед нельзя кипятить, а максимум прогревать при температуре 60 градусов. Поэтому это будет заключительный ингредиент нашего напитка. Приступим к приготовлению напитка. Возьмем наше яблоко. Нарежем на дольки. На самом деле существует очень много вариаций на тему глинтвейна. Кто-то приготовит на белом вине, кто-то на красной вине. Существуют безалкогольные напитки глинтвейн, существуют алкогольные напитки. Все зависит от вашего выбора. Это напиток, который не имеет конкретного рецепта. Вы должны делать все от души и делать так, как вам хочется. Сегодня добавлю максимальное количество фруктов. Это яблоки, цитрусовые, мята, мед, много приправ, много специй, чтобы максимально сложился букет вкусов в одном напитке. Приступаем к имбирю. Имбирь в данном случае можно не чистить. Мы будем все равно процеживать наш напиток. Имейте в виду, чем дольше стоит глинтвейн с имбирем, тем сильнее будет ярко выраженный вкус этого имбиря. Соответственно, рассчитывайте, когда вы будете употреблять напиток, и, соответственно, думайте перед тем, как положить имбирь. Если вы получите очень много, вкус может быть перенасыщенным, и в конечном итоге вы не получите эффекта. На буквально литр вина я рекомендую использовать 20 грамм, 20 и 25 имбиря. Далее мы приступим к нарезке апельсина. Апельсин у нас готов. Далее грейструт. Я рекомендую использовать цитрусовые прям с кожицей, потому что в них содержатся все ароматические вещества, и это будет только плюсом нашего напитка. Мы возьмем немножко мандарина. Запах мандаринов у всех ассоциируется с праздником, поэтому добавим немножко мандарина. Дальше мы берем подготовленную емкость, сотейник или кастрюлю, все, что вам нравится. Какую-то емкость прогреваем, и первым добавим специи. Я рекомендую прогреть именно специи, чтобы максимальный аромат, именно специи отдали напитку. Как я говорил, добавляем 5-7 соцветий бадьян-анис, добавляем мы черный перец, буквально 3 палочки корицы. Все это прогреваем. Когда вы ощущаете аромат специи, настало то время добавлять самый главный меридиен. Сегодня у нас это красное сухое вино. Добавляем его в нашу кастрюлю. Добавляем его сразу, не стесняемся. Что может быть лучше бутылки красного сухого вина? Только 2 бутылки красного сухого вина. Поэтому мы добавляем еще одну бутылку вина. Итого у нас 2 бутылочки красного сухого вина в нашей кастрюле с нашими специями. Замечательный аромат. Самое главное в этой истории не кипятить глинтвейн. Это запрещено. Мы берем хорошее вино, мы добавляем специи, придаем вкус с помощью цитруса. И мы не кипятим вино. При закипании или при достижении напитка температуры в 90 градусов весь алкоголь выпаривается. И это нам не нужно, конечно же, и вам не нужно. Поэтому не кипятим, просто прогреваем и даем возможность фруктам отдать свой вкус и аромат и вино. Далее настало время добавить наши ингредиенты, которые мы заранее подготовили. Добавляем апельсин. Крейпфрут. Яблоки. Добавляем имбирь. Мандарин. И все это перемешиваем. Идеальный глинтвейн будет тогда, когда вы прогреете ваше вино с вашими фруктами и специями до температуры 70 градусов и оставите на полчаса. Тогда вкус глинтвейна будет более насыщенным, ароматным, и вы получите то, что ожидаете. В самом начале я сказал, что глинтвейн будет авторский. И вот почему. Сейчас мы приготовили базовый классический глинтвейн, который вы могли попробовать везде. Но я готовлю его по-своему. И сейчас три ингредиента, которые, соответственно, мы добавим и поменяем его вкус. Надеюсь, в лучшую сторону. Мы добавляем лимонграсс. Лимонграсс используется для приготовления бульона том-ям. Это лимонная трава, которая имеет ярко выраженный лимонный вкус. Вот его нужно немножко помять и далее добавить в наш напиток. Продается в магазине. Это вполне доступная трава, которую мы используем сегодня в глинтвейне. Она придаст вкус ярко выраженной лимона. Такой аромат очень будет яркий у нее. Это был первый ингредиент. В второй ингредиент я добавлю выпаренный гранатовый сок. Он создаст ту самую баланс кислоты и сладости. Также можно использовать просто гранатовый сок. Покупной в банках. Лучше производство Азербайджан. Лимонная температура. Это можно наблюдать с помощью термощупа. Если у вас его нет, просто смотрите, наблюдайте за глинтвейном. Он не должен превышать температуру 70 градусов. Наша цель именно, чтобы все ингредиенты отдали свой вкус аромат. Но ни в коем случае не кипятить вино. На самом деле второе правило хорошего глинтвейна. Всегда пробуйте в процессе приготовления. Просто вам должно нравиться то, что вы делаете. Сам процесс. Вы должны получить удовольствие от этого. И, конечно же, напиток, который у вас должен получиться, должен вам нравиться. Последним ингредиентом для баланса вкусов, так как здесь очень много цитрусовых фруктов, мы используем мед. Мед нам добавит сладость и очень полезные свойства. Так, мы добавили мед. И последний ингредиент у нас – это свежая мята. Я очень люблю добавлять свежую мяту в любые напитки, начиная от мохито, заканчивая чаем. Глинтвейн не стал исключением. Мята придает очень свежую такую нотку. Когда мы сейчас снимем наш глинтвейн уже с плиты, мы добавим мяту, закроем это крышкой и дадим настояться полчаса. Это придаст аромат, неповторимый вкус. И такой маленький лайфхак для тех, кто хочет, чтобы глинтвейн был самый лучший. Добавляем мяту, немножко мы освобождаем все ароматы с мятой, добавляем ее непосредственно в конце. И снимаем с огня. Мы перемешали наш глинтвейн, добавили мяту и дадим настояться 30 минут. Глинтвейн уже у нас настоялся. Он стоял порядка 25-30 минут. Он насытился всеми цитрусовыми. Лемонграсса дал все свои свойства. Мята подчеркнула вкус. Мед такой более нежный баланс вкусов придал. Поэтому осталось только одно процедить и попробовать. Для более удобного употребления этого напитка, конечно, стоит избавиться от всех уже отработавших фруктов, специй. Они уже отдали все свои вкусы вину и, собственно, больше нам не нужны. Поэтому процеживаем сейчас наш напиток и будем подавать. На самом деле подача в домашних условиях может быть любая. Этот напиток отлично подойдет для употребления дома. Это можно взять такой формат take away, сделать на вынос в любой термос или просто в одноразовый стаканчик и прогуляться с замечательным глинтвейном по зимнему прекрасному снегу вечером. Наш глинтвейн готов. Мы разлили по чашкам. Добавили немножко мяты. Вы добавьте то, что вы любите. И можно пробовать. Пробуйте. Самое главное, не стесняйтесь экспериментировать, ведь наша профессия, профессия повара, многогранна. И каждый человек должен экспериментировать у себя дома, в ресторане, для гостей, для родных. Ведь нам приносит удовольствие только радость наших родных, радость наших гостей. Мы с удовольствием ждем всех наших гостей в ресторанном комплексе «Зима». А с нашими рецептами будем ближе и у вас дома. Давайте пробовать!